Иоанна, глава 3, стихи 1-й, 8 Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить». Если не будет с ним Бог, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим – один из религиозных лидеров христианства. В рассматриваемом сегодня отрывке из Библии Иисус четко сказал Никодиму, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Услышав его слова, Никодим спросил в ответ, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» На что Иисус снова сказал ему, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». «Мы должны умереть для наших грехов по вере и должны родиться свыше, веруя, что Сын Божий Иисус Христос действительно исполнил всю Божью праведность, придя в этот мир своим крещением от Иоанна Крестителя, взяв на себя все грехи этого мира и расплатившись за них своей кровью на кресте. Верить в это и означает родиться свыше». В Библии сказано, что ни один человек не сможет войти в Царство Небесное, «Если он не родится от воды и духа». Иоанна, глава третья, стих пятый. «Господь сказал нам, «Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от духа есть дух». Иоанна, глава третья, стих шестой. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Римлянам, глава восьмая, стих шестой. Эти слова доказывают нам, что как бы горячо мы не верили в Иисуса нашим плотским разумом, это всё равно не позволит нам родиться свыше. Святой Дух не может пребывать в сердце человека, где всё ещё оттаится грех. Если бы Бог устроил подобному человеку духовный экзамен, то этот человек тут же провалил бы его. Каждый человек в этом мире может родиться свыше. Для этого ему достаточно всем сердцем уверовать в Евангелие воды и духа. Господь продолжал наставлять Никодима, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рождённым от Духа. Иоанна, глава третья, стихи седьмой-восьмой. Этот стих говорит нам о том, что мы рождаемся свыше и избавляемся от греха по вере в Евангелие воды и духа. Подобная вера позволяет нам познать волю Бога и даёт нам возможность родиться свыше. Господь сказал, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рождённым от Духа. Иоанна, глава третья, стих восьмой. Многие христиане, которые не знают пути к рождению свыше, превратно толкуют этот стих и говорят, «Мы не знаем, когда мы родились от воды и духа. Люди рождаются свыше, сами не ведая об этом, и происходит это потому, что они горячо веруют в Иисуса». Однако Иисус имел в виду совсем иное. Он хотел сказать Никодиму следующее. «Никодим, ты не знаешь ничего. Ты не знаешь, что Бог посредством Евангелия воды и духа избавил тебя от всех твоих грехов». Но верующие в евангельское слово воды и духа прекрасно осведомлены о том, каким образом Господь искупил их. Они могут войти и увидеть Царство Божье, родившись свыше по вере в Евангелие воды и духа. В выше приведенном отрывке из Библии Бог имел в виду, что мы должны верить в Евангелие воды и духа. Он хочет сказать нам, что только веруя в Евангелие воды и духа, мы действительно получаем прощение наших грехов, и что только те, кто получили прощение своих грехов, могут получить в дар от Бога свое спасение и стать его детьми. Разве не правда, что только те, кто стали Божьими детьми, могут войти в его Царство? Таким образом, все люди, живущие в этом мире, должны родиться свыше и стать Божьими детьми, веруя в Евангелие воды и духа. Кроме того, те, кто по вере своей стали Божьими детьми, должны согласно воле Божьей распространять и проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. В сегодняшнем отрывке из Библии Господь четко говорит нам, что те, кто родились свыше посредством Евангелия воды и духа, войдут в Царство Божье, потому что они стали его детьми, и что эти люди даже в этом мире будут жить благословенной жизнью народа Божьего. Иисус сказал Никодиму, «Ты еще не родился свыше, потому что ты еще не знаешь Евангелия воды и духа». Господь же сказал, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна, глава 3, стих 5. Из этих слов мы можем узнать истину, благодаря которой мы сможем войти в Царство Небесное по вере. Вы знаете, почему Господь говорит, что люди не могут увидеть и войти в Царство Божье, если прежде они не родятся свыше посредством Евангелия воды и духа. Потому что люди, которые верят в Евангелие воды и духа, являются благословенными святыми, полностью очищенными от всех своих грехов. И наш Господь сказал, что родиться свыше от воды и духа можно только в том случае, если человек верит в Евангелие воды и духа. Почему Господь сказал, что родиться свыше возможно от воды и духа, а не от воды и крови. На самом деле эти два выражения являются одним и тем же. Избрав именно такие слова, он имел в виду, что Бог-Отец избавил нас от всех наших грехов тем, что уничтожил все наши грехи. послав в этот мир своего единородного сына согласно воле Божьей. Его сын должен был принять крещение, во время которого все грехи человечества перешли бы на него, и он понес бы возмездие за эти грехи, пролив кровь на кресте. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, взяв при этом на себя все наши грехи. Иисус понес все эти грехи на крест, где он умер мученической смертью, а затем он воскрес из мертвых. Сам Бог совершил все эти деяния, чтобы уничтожить все наши грехи. И потому этими словами из Евангелия от Иоанна Бог Отец говорит нам, что Он избавил нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа через Его Единородного Сына. Таким образом, не имеет значения, как долго люди верят в Иисуса. Наш Господь пришел в этот мир и спас нас, даровав нам посредством Евангелия воды и духа новую жизнь еще до того, как мы встретили Его. Когда мы еще остаемся грешниками, наш Господь спрашивает нас, когда вы услышали истинное Евангелие воды и духа и когда вы впервые уверовали. Мы должны твердо держаться этого евангельского слова воды и духа, потому что евангельская истина, становится более понятной, если внимать ей, слушая Слово Божье. Я хочу сказать, что мы рождаемся свыше не потому, что держимся какого-то определенного отрывка из Библии, но потому, что держимся евангельского слова воды и духа. Что сделал Господь, когда пришел в мир? Он уничтожил все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив кровь на кресте. Он избавил нас от всех грехов этого мира посредством евангельской истины воды и духа. Наш Господь совершил наше спасение по слову истины, поэтому верующие в это слово могут проявлять великодушие по отношению к каждому человеку на земле, потому, что все их грехи перешли на Иисуса в тот момент, когда он принял крещение. Один только Бог определяет, правильно наша вера или ошибочно. Если он говорит, твоя вера ошибочно, вы должны тотчас же пересмотреть свою веру и отыскать истинный путь, который приведет вас к спасению. Псалом пятидесятый это псалом Давида, который был написан после того, как Давид совершил грех прелюбодеяния с Версавией. Давид говорит в этом псалме о том, что хотя он совершил тяжкий грех, но поскольку Слово Божье гласит, что он праведник, тогда он безгрешен, однако если согласно Слову Господнему он объявлен виновным в своем грехе, тогда совершенно очевидно, что в его сердце по-прежнему пребывает грех. Один только Бог может судить о том, праведны наши дела или нечестивы, Поэтому если Бог посредством своего слова говорит нам, что мы грешники, тогда мы действительно имеем грех в своем сердце. А если Он говорит, что мы ни в чем не повинны, тогда наши сердца свободны от греха. Таким образом, люди, верующие в то, что Бог избавил нас с вами от грехов, стали людьми, не имеющими греха. Иисус избавил нас от всех наших грехов, придя в этот мир, крестившись, приняв смерть на кресте и восстав из мертвых. И если Бог говорит, что именно благодаря этим деяниям, Он избавил нас от всех наших грехов во Христе Иисусе, то так оно и есть. Если в Библии сказано, что именно так мы были избавлены от всех наших грехов, значит, мы должны верить в это, и мы должны истинно исповедовать нашу веру в Евангелии воды и духа, чтобы быть свободными от наших грехов, мы должны однажды умереть для них в Евангелии воды и духа. А чтобы говорить о нашей праведности, мы должны воскреснуть по нашей вере в евангельскую истину. Мы с вами родились свыше, веруя в Евангелии воды и духа. Таким образом, если в наших сердцах нет истинной веры в евангельское слово воды и духа, значит, мы еще не родились свыше. Не имеет значения, сколько отрывков из Библии мы с вами прочитали и уверовали в написанное. Также не имеет значения, сколько дел мы совершили, пытаясь угодить нашему Господу. И не важно, каков наш нынешний статус в церкви. Единственное, что действительно важно, это евангельская истина воды и духа, посредством которой Бог избавил нас от всех наших грехов и позволил нам родиться свыше. Мы получили прощение грехов и родились свыше, став детьми Божьими только благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа. И когда бы это не произошло, уже давно или совсем недавно, люди, которые родились свыше от воды и духа, являются Божьими детьми, которые будут щедро вознаграждены перед Богом. Иногда мы слышим, как некоторые люди рассуждают о своем якобы спасении, говоря следующее, «Иисус, я славлю Бога за то, что Он избавил меня от всех моих грехов посредством Твоей смерти на кресте, однако на самом деле эти люди не передали своих грехов Иисусу. Нам очень нелегко проповедовать подобным людям Евангелие воды и духа, поскольку они верят в иное Евангелие, которое кардинальным образом отличается от истинного Евангелия. Было бы величайшим заблуждением заявлять о том, что одно Евангелие является более правильным, чем другое, в то время как прощение наших грехов мы получили веруя именно в Евангелие воды и духа. Если наша вера является единственно правильным путем к обретению спасения перед Богом, то это может быть только вера в Евангелие воды и духа. Только Евангелие воды и духа является истинным Евангелием. любое другое Евангелие, каким бы близким по содержанию и смыслу оно ни было к Евангелию воды и духа, не может быть истинным. Есть еще одна черта, которая присуща многим христианам. Дело в том, что христиане, которые еще не родились свыше, ненавидят тех, кто родился свыше. Эти люди заявляют, что они впервые уверовали в Иисуса, познав Евангелие, подобное Евангелию воды и духа, но все же отличное от него. Мы должны представать перед нашим Господом с верой в Евангелие воды и духа. Следующий отрывок из Библии, в котором сказано «Ты бросил все грехи мои за хребет свой». Исаия глава 38 стих 17 является исповедью царя Изякии, который верил в Евангелие воды и духа. И когда Иисус умирая на кресте сказал «Совершилось» Иоанна глава 19 стих 30, то он имел в виду, что посредством Евангелия воды и духа он исполнил все, о чем гласит истина. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них? Евреям глава 10 стихи 9 18 Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна глава 1 стих 29 «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея глава 3 стих 15 Все эти слова становятся поистине значимыми только в том случае, если мы верим, что все наши грехи были переданы Иисусу в тот момент, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на Себя все грехи этого мира, и поэтому все мои грехи также перешли на Него. И поскольку я верю в это, я получил прощение всех моих грехов. Более того, Иисус, неся на Себе все грехи этого мира, взошел на крест, где Он вместо меня был предан мучительной смерти в наказание за эти грехи. Я верю в это, а на третий день после своей смерти Иисус воскрес. И мы верим, что восстав из мертвых, Иисус Христос стал нашим вечным спасителем. Бог не отвергает нас только в том случае, если сейчас мы дадим правильные ответы на вопросы, касающиеся нашей веры. у людей, которые родились свыше от Евангелия воды и истина всегда на устах, и они с готовностью делятся ею с другими. Если в сердце у человека живет истинная вера в евангельское слово воды и духа, он может говорить о ней в любое время и при любых обстоятельствах, но если человек, даже зная о евангельском слове, не верит в него своим сердцем, тогда он не сможет правдиво свидетельствовать о своем спасении. К счастью, пока есть люди, верующие в Евангелие воды и духа, даже пожилая старушка, свидетельствуя о своем спасении, радостно скажет, у меня больше нет грехов, потому что все мои грехи были полностью переданы Иисусу, когда он принял крещение от Иоанна Крестителя. Иисус избавил меня от всех моих грехов, когда понес эти грехи на крест, умер на нем и восстал из мертвых. Так я родилась свыше. Однажды наша группа по изучению Евангелия пополнилась довольно большим количеством женщин пенсионного возраста. Когда я попросил их рассказать о спасении, которое они обрели после получения прощения своих грехов, поверив Евангелие воды и духа, одна пожилая женщина сказала мне, Иоанн Креститель раз и навсегда передал все мои грехи Иисусу, а в наказание за эти грехи Иисус пролил свою кровь на кресте и я родилась свыше, потому что верю в это. Услышав эти слова, все прихожане разразились громкими аплодисментами. Другая пожилая женщина также решила поделиться впечатлениями о своем спасении. Она сказала, у меня нет больше грехов, потому что Иоанн Креститель полностью передал все мои грехи Иисусу. В общей сложности о своем спасении засвидетельствовали около десяти женщин, но все их рассказы заняли не более получаса. Значительно больше времени они потратили на то, чтобы подняться на кафедру, а затем сойти с нее и снова занять свои места. Рассказ каждой женщины длился не более тридцати секунд, поэтому все они казались свидетельством одного и того же человека. тем не менее все эти пожилые женщины в этот момент были рожденными свыше от воды и духа, потому что они имели Богом и потому что они получили прощение всех своих грехов. Мы помогли им родиться свыше, рассказав им о Евангелии воды и духа. Мы стали рожденными свыше по вере в Евангелие воды и духа. Есть ли хоть один человек, который может родиться свыше перед Богом благодаря своим собственным усилиям? Можем ли мы родиться свыше, уйдя в горы и постоянно прося Бога о прощении? Можем ли мы родиться свыше, постясь и беспрерывно молясь? Сделает ли вас Бог рожденным свыше, если вы будете поститься 10 дней? А если 40 дней? Ни за что и никогда. Бог говорит нам, что вы можете родиться свыше, только веруя, что он уничтожил все ваши грехи водой и духом. Иисус сказал Никодиму, дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Это означает, что люди, которые не знают евангельской истины воды и духа, не знают и того, каким образом Бог сделал нас рожденными свыше. В то же время, те, кто верят в Евангелие воды и духа, точно знают, что они родились свыше посредством евангельской истины. И Бог говорит, что таковы все рожденные свыше. Отныне мы должны верить в евангельскую истину воды и духа всем своим сердцем. Только в этом случае мы можем уверенно заявить о том, что сегодня в этот самый момент мы безгрешны. Когда я заглядываю в глубину моего сердца, я всегда уверен в истинности евангельского слова воды и духа. Некоторые люди могут сказать, должно быть, этот проповедник, кроме Евангелия воды и духа, ничего больше не знает, потому что он только о нем и говорит. Слова так и льются из него, стоит ему только заговорить о Евангелии. Это не так. Я могу бесконечно говорить о Евангелии воды и духа лишь потому, что я твердо верю в это Евангелие. А человек, который не верит в евангельскую истину воды и духа, не может долго рассказывать людям об этой истине. Дорогие братья и сестры, чтобы родиться свыше, вам необходимо уверовать в Евангелие воды и духа. Если вы не верите в это Евангелие, вы не сможете получить прощение ваших грехов. Однако, если вы обрели ваше спасение по вере, вы не сможете отрицать, что Евангелие воды и духа является подлинной истиной о рождении свыше. Как в прошлые времена, так и во времена нынешние все верующие в Иисуса родились свыше благодаря их вере в Евангелие воды и духа. Бог не спаслал нам Евангелие воды и духа для того, чтобы грешники смогли родиться свыше и стать праведниками. Господь избавил нас от всех наших грехов и признал нас своими детьми. Теперь мы знаем, что евангельская истина дарует нам великое благословение небес. Вот почему мы должны верить в Евангелие воды и духа, которая уничтожила все наши грехи. Нет иного пути к рождению свыше, кроме веры в эту истину. Бог повелел Сыну Своему Единородному принять истину И мы должны говорить о Евангелии воды и духа, даже несмотря на то, что мы можем ничего не знать о нём. Это не так. И мы должны сказать об этом сейчас. Мы должны говорить о Евангелии воды и духа именно сейчас, в этот самый момент. Мы должны верить в Евангелии воды и духа сегодня, а не откладывать нашу веру на завтра. Это наша задача, которую мы должны выполнить незамедлительно. Если бы мы с вами не уверовали в Евангелии воды и духа, то мы не смогли бы получить прощение наших грехов, сколько бы отрывков из Библии не стали предметом нашей веры. Когда Никодим спросил Иисуса, как человек может родиться во второй раз, то Иисус ответил, Во второй раз человек рождается свыше от воды и духа, истина, благодаря которой человек рождается свыше, есть не что иное, как Евангелие воды и духа. Однако большинство христиан рассуждают по-своему, полностью игнорируя то, что говорится о рождении свыше в Священном Писании. Некоторые из них даже заявляют, что вода вообще не имеет никакого отношения к крещению Иисуса. Они толкуют слово «вода» как амниотическую жидкость, в которой находится человеческий зародыш в утробе матери, и говорят, ребёнок появляется на свет, выходя из утробы своей матери вместе с этой жидкостью. В таком случае, как они объяснят смысл слов из первого послания Иоанна, глава пятая, стихи шестой-восьмой? Я надеюсь, вы помните шестой стих из третьей главы Евангелия от Иоанна, в котором сказано «Рождённые от плоти есть плоть, а рождённые от духа есть дух». Вода, о которой говорится в пятом стихе этой же главы, означает именно крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя. Кровь же, которую Иисус пролил на кресте, означает наказание за все наши грехи. Евангелие воды и духа является даром прощения грехов, который Бог не спаслал людям. Эта истина является ключом от врат Царства Небесного. Сегодня большинство христиан понятия не имеют, что представляет собой Евангелие воды и духа. Эти люди говорят, что верующие рождаются свыше в тот момент, когда они даже не подозревают об этом. И что слово воды и духа здесь ни при чём. Восьмой стих из третьей главы Евангелия от Иоанна они толкуют следующим образом. Они говорят, что человек рождается свыше совершенно внезапно, и что это может произойти в любой момент, во время молитвы, приёма пищи, во сне и даже во время работы. Они говорят, что люди рождаются свыше по воле случая, не осознавая этого, рождаются, пока верят в Иисуса. Вот почему так много верующих в Иисуса, но так мало рождённых свыше, как сказано в Библии о малоизбранных. Это означает, что многие люди ещё не родились свыше, хотя и верят в Иисуса. Иными словами, в вере большинства христиан в Иисуса присущ фатализм, слепое подчинение воле рока. Эти люди верят, что если Бог позволит им родиться свыше, то они родятся свыше, как избранные. Но если Бог не даст им такой возможности, тогда им уготовано вечное наказание, даже если они всю свою жизнь верили в Иисуса. Именно такова фаталистическая вера среднестатистического христианина. Однако Библия учит нас, что Бог совершил наше спасение посредством крещения Иисуса и Его крови на кресте. И мы должны верить в Евангелие воды и духа, чтобы родиться свыше. И верить в это Евангелие или нет полностью зависит от воли самого человека. Я верю, что наш Господь позволил нам родиться свыше и избавиться от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа. Поэтому мы должны родиться свыше и стать свободными от всех наших грехов. Мы верим в Евангелие воды и духа. Следовательно, мы были избавлены от всех наших грехов. Дорогие собратья, вы верите в это? Да, вы верите. Иными словами, вы не должны верить только в кровь Иисуса, поскольку такая вера не имеет ничего общего с истинной верой, верой в Евангелие воды и духа. Родиться свыше мы можем только по вере в Евангелие слова воды и духа. Разве я не прав? Дорогие братья и сестры, все наши грехи, когда Он крестился от Иоанна Крестителя, чтобы Его кровь на кресте смогла полностью освободить нас от всех наших грехов. Посредством евангельского слова мы получили в дар Святого Духа, стали Божьими детьми и избавились от грехов в наших сердцах. Дорогие собратья, верующие в Евангелие воды и духа, есть ли грех в ваших сердцах? В ваших сердцах нет ни единого греха. Возможно ли это? Спросите вы. Да, это возможно, поскольку вы уверовали в Евангелие воды и духа, которое гласит, что Бог уничтожил все ваши грехи посредством крещения Иисуса и Его крови. Что является основанием для того, чтобы мы имели возможность совершать Божьи дела, веруя в Евангелие воды и духа? Как мы стали служителями Евангелия? Каким образом мы сможем принять участие в первом воскресении праведников и тысячелетнем царстве? Как мы войдем в Царство Небесное? Все это возможно по вере в Евангелие воды и духа. Человек, который входит в дом без ключа, это вор или грабитель. О какой нашей праведности или наших добрых делах вообще может идти речь? Разве мы можем быть праведными? Мы рождаемся свыше по вере в Евангелие воды и духа, потому что Бог обещал нам это. И Он послал Своего Сына, чтобы Он совершил все, что позволило бы нам родиться свыше. А иначе смогли бы мы стать праведниками? Что бы мы смогли сделать, чтобы родиться свыше? Разве было бы это осуществимо с человеческой точки зрения, как об этом говорил Никодим? Как может старый человек вернуться в утробу своей матери? Каким образом мы были бы признаны праведниками перед Богом и смогли бы сказать, что мы безгрешны? Как бы мы осмелились сказать, что в наших сердцах больше нет греха? По человеческим меркам мы никогда не смогли бы стать безгрешными. Ни один человек не способен родиться свыше, полагаясь на свои собственные силы. Это возможно лишь в том случае, если он изберет путь, указанный ему Богом. Рождение свыше через Иисуса Христа. Сам Иисус уничтожил все наши грехи своим крещением и своей кровью на кресте. И поэтому мы рождаемся свыше по вере в Евангелие воды и духа. Только наша вера в Евангелие воды и духа вменяется нам в праведность. Кроме того, поскольку Бог дал нам в дар Святого Духа, мы можем сказать, что являемся безгрешными в Духе Святом. Сегодня наш мир вступил в завершальную фазу своего существования. Он становится все более мрачным, жестоким и безжалостным. Мы не можем предсказать, когда на этой земле разразится очередная мировая война. Когда произойдет ужасное землетрясение. Создается такое впечатление, что сейчас наступило затишье перед бурей. В настоящее время в мире наступил период относительного процветания и благополучия. И поэтому люди ведут себя подобно лягушке в колодце. Они не знают, что грозовые тучи уже совсем близко, поскольку видят только ясное небо над колодцем. По-прежнему ли вас манят яркие огни неоновой рекламы? И по-прежнему ли люди видят только безоблачное небо над головой? Мы должны знать, что этот мир сегодня переживает затишье перед бурей. Если бы вы только знали, что ожидает его в будущем, то, не колеблясь ни секунды, тотчас бы уверовали в Евангелие воды и духа. Господь, я родился свыше по вере в Евангелие воды и духа. Именно такую веру мы должны представить Богу, где бы мы ни были. Нам не избежать Божьей кары за наши грехи, если мы не представим Ему нашей веры в Евангелие воды и духа. Когда Бог не зринет на эту землю неслыханные беды и несчастья, все наши братья и сестры, все служители его церкви будут самыми благословенными людьми, подобно семейству Ноя во времена Всемирного потопа. Мы должны достучаться до сердец тех людей, которые находятся за стенами Божьей церкви и все еще не верят в Евангелие воды и духа. Эти люди должны осознать, что это Евангелие является единственной истиной, которая может помочь им родиться свыше. Те же, кто находятся в Божьей церкви, но по-прежнему не верят в Евангелие воды и духа, должны покаяться. Единственное, что имеет значение, это их вера, которая в настоящий момент живет в их сердцах. И неважно, что в прошлом эти люди жили подлинно духовной жизнью, если они сейчас не верят в Евангелие воды и духа. Они не более, чем пыль, из которой их сотворил Бог. Дорогие братья и сестры, может ли ваша успешная карьера, которую вы сделали в этом мире, избавить вас от всех ваших грехов? Было бы неплохо, если бы вы могли родиться свыше благодаря вашим собственным усилиям, Но это невозможно. Только Евангелие воды и духа может даровать нам с вами новую жизнь и избавить нас от всех наших грехов. Мы родились свыше по вере в дарованное нам Господом Евангелие воды и духа. Поэтому я непрестанно благодарю Бога за это и ежедневно смиряю перед Ним свое сердце. Мы благодарны Ему за наше настоящее, наше будущее и наше прошлое. У нас нет ни нашей личной праведности, никаких либо выдающихся заслуг или достоинств перед Господом. Мы просто должны с чистым и смиренным сердцем верить в Божье Слово и благодарить Его за все. В нашей духовной жизни нам достаточно с верой в Евангелие воды и духа служить нашему Господу и следовать за Ним, научая других людей и приводя их в лона Божьей Церкви. И сколько бы времени не прошло с тех пор, как мы уверовали в Евангелие воды и духа, мы должны постоянно молить Бога о том, чтобы Он позволил нам сберечь нашу веру до самого конца. Если вы верите в Евангелие воды и духа, то вы должны благодарить Бога за эту веру. Вы верите в Евангелие воды и духа? Мы верим в Него. Это воистину великая истина. Тем не менее, она проста по своей сути. В самом деле, эта истина столь проста и точна, что она может дать нам непоколебимую веру в наше спасение, даже если нам трудно понять ее смысл. И напротив, выдуманные человеком доктрины мировых религий кажутся понятными и доступными для человеческого разума. Но чем больше человек вникает в них, тем больше он запутывается. Рассмотрим, к примеру, буддийское учение о переселении душ. Верующие в переселении душ говорят, люди, которые совершили в своей жизни много добрых дел, в следующей жизни также возродятся в облике людей, но уже людей богатых и преуспевающих. А люди, которые совершали в своей, так сказать, первой жизни неблаговидные поступки и творили зло в своей следующей жизни, возродятся в облике низших животных. Если животное, в которого переселилась душа плохого человека, будет вести себя хорошо, то в очередной жизни оно снова возродится в облике человека. А если этот человек совершит еще больше добрых дел, то его душа переселится в еще более богатого и знатного человека. Таким образом, каждое живое существо в этом мире может оказаться моим родственником. Поэтому люди не должны убивать ни себе подобных, ни иных живых существ. Если мы посмотрим на этот мир глазами человека, верующего в переселение душ, то окажется, что даже кролик представляет для нас великую ценность. Почему? Потому что какой-нибудь из наших предков мог после смерти превратиться в кролика. Поэтому буддизм запрещает своим преследователям убивать какое бы то ни было низшее животное. Почему? Потому что один из их предков мог возродиться в своей очередной жизни в облике жука или таракана. Действительно ли люди после смерти превращаются в кроликов или каких-нибудь насекомых? Если бы это было действительно так, то тогда мы не беспокоились бы по поводу нашей следующей жизни. Нам не нужно было бы не верить в следующую жизнь, не тревожиться о том, что с нами произойдет в этой жизни, поскольку мы все равно возродились бы в нашей следующей жизни, независимо от того, совершали мы в этой первой жизни благие дела или нечестивые поступки. Родившись волком, мы можем отправляться на охоту и убивать других животных до тех пор, пока не насытимся. Мы можем также возродиться в виде какой-нибудь рыбы и просто плескаться в реке до самой смерти. Спустя некоторое время мы можем возродиться в виде мухи, а затем в качестве еще кого-либо. Если бы учение о переселении душ действительно было верным, тогда зачем соблюдать какие-то нормы и моральные принципы? Зачем страшиться смерти? И к чему терзаться по поводу наших грехов? Люди представляют собой бесценные существа. Бог создал нас по своему глубокому проведению. Люди кардинальным образом отличаются от животных. У животных нет души, и они не признают Бога. Человек же имеет в себе Дух Божий. Жизнь животных конечна, а люди могут жить вечно. Бог создал людей для того, чтобы они смогли родиться свыше и стать его детьми. Бог даровал нам Евангелие воды и духа, и поэтому мы можем родиться свыше те упрямыми. Верьте в Евангелие и оставайтесь в чести, потому что, отвергнув Евангелие воды и духа, вы погибнете, как погибает бессловесное животное. Как сказано в Библии, человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалтирь, глава сорок восьмая, стих двадцать первый. К сожалению, есть люди, которые даже после длительного пребывания в Божьей Церкви восстают против своих братьев и сестер. Подобные люди не являются рожденными свыше, хотя и претендуют на это. Они только говорят, что верят в Евангелие воды и духа. Я знал одного такого священника. Я полагал, что он родился свыше так же, как и я. Я с уважением относился к этому человеку, поскольку считал, что он проповедует Евангелие воды и духа. Я говорил себе, «Я не могу активно заниматься распространением и проповедованием евангельской истины, потому что мое настоящее положение накладывает на меня определенные ограничения. Но он воистину бесценный человек, который может свободно проповедовать людям Евангелие воды и духа. И когда я услышал, что окружающие стали плохо отзываться о нем, из-за его неблаговидных поступков, я встал на защиту его, говоря людям, «Не будьте столь жестоки по отношению к этому человеку. Он слуга Божий и хороший человек. Не смейте оскорблять человека, который проповедует Евангелие воды и духа. Однако позже выяснилось, что этот священник не верит в Евангелие воды и духа и уж тем более не проповедует его другим людям. Когда я узнал это, у меня больше не осталось причин уважать его. Дорогие братья и сестры, если Бог позволил нам родиться свыше посредством Евангелия воды и духа, мы должны с благодарностью в сердце безоговорочно верить в него. Однако мы должны признать, что есть люди, которые не только не верят в это Евангелие, но даже выступают против него. Этим людям не место среди верующих в Евангелие воды и духа. Дорогие собратья, будем же ценить тех людей, к которым Бог благоволит и будем нетерпимыми к тем, кого Он отвергает. Вера человека, верующего в Евангелие воды и духа, является правильной верой. Если мы родились свыше посредством Евангелия воды и духа, то это означает, что мы обрели спасение от всех наших грехов по вере в евангельскую истину. Именно так Бог по благодати своей сделал нас рожденными свыше посредством евангельской истины воды и духа. Мы родились свыше и обрели спасение от всех наших грехов, веруя в Евангелие воды и духа. Мы благодарим Бога за то, что верим в это истинное Евангелие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова